В соответствии с действующим законодательством, объекты социальной инфраструктуры, включая автовокзал, остановки, а также сам транспорт, должны быть доступными для людей с инвалидностью. Об этом говорили в автоколонии 1791. С водителями и кондукторами встретились представители районной администрации, Управления социальной защиты населения и общества слепых. Численность населения Сергея Посадского района у нас более 200 тысяч человек. Из них инвалидов 16 600, это по Сергию Посадскому району. Взрослого населения 15 500, а детей-подростков 1200. К сожалению, пока городской транспорт недостаточно приспособлен для людей с инвалидностью. Зимой большое неудобство представляют обледеневшие полы и ступени автобусов. В соцзащиту и районную администрацию поступают жалобы на отсутствие в автобусах звуковой системы оповещения остановок, так необходимых для слабовидящих людей, а также на неправильную парковку автобусов на остановках. Желательно, чтобы автобус подходил близко к бордюру. И очень хотелось бы, чтобы видно было кондуктора в специальной форме, может быть, какой-то отличительная жилетка по тому, как нам ориентироваться, где ждать помощи. У слабовидящих людей просьба к водителям общественного транспорта останавливаться на ПМК, а не проезжать мимо остановки. Даже не обсуждается, вы обязаны останавливаться на каждой остановке. И за это будут вас строго спрашивать. Поэтому правы по средствам не обсуждаются, но еще прошу от вас человеческое отношение, тем более к людям с ограниченными возможностями. Человек устроен так, что он может и горы свернуть. Если было бы, как говорится, желание, и, как говорится, с двух сторон, и пассажир, и кондуктор. Если пассажир с добром, то и кондуктор также будет отвечать добром. В октябре прошлого года Сергеево-Посадский, Люберецкий, Раменский и Одинцовский районы стали участниками пилотного проекта «Повышение качества жизни людей с инвалидностью». Проект состоит из нескольких этапов, включая обследование маршрутов движения людей с ограниченными возможностями здоровья и доступность транспорта. Цель проекта – войти в пятерку регионов по созданию доступной среды. Сейчас Московская область на 17-м месте по Российской Федерации. Москва на первом, Санкт-Петербург на восьмом. В районе выявлено 18 приоритетных транспортных маршрутов. Из них 9 маршрутов существует, еще 9 необходимо запустить. Графики движения низкопольных автобусов согласуют с учетом потребности людей с ограниченными возможностями здоровья. Для колясочек у нас оборудованы панпусы, в которые мы уходим, опускаем. То есть завозим пассажиров, то есть водитель, это не кондуктор должен делать. И для них специальные есть места, чтобы они там встали. И звонки, где им, даже если что-то случилось, чтобы им остановили. В ближайшее время в автоколонии пройдет встреча водителей и кондукторов с людьми, которые передвигаются на инвалидных колясках. Автобусы проверят на предмет их оборудования специализированными средствами. Полина Иноземцева, Евгений Шевченко. Программа События.